Венера старается быть хорошей мамой и давать своему ребенку все самое лучшее. Игрушки, прогулки, мультфильмы. Все это в достаточном количестве и разнообразии. Но однажды на семейном празднике мальчика попросили спеть перед гостями песенку. Когда сын запел, гости смущенно захихикали, а мама растерялась. Что же так смутило взрослых? Узнаем в нашем ток-шоу. Песни, которые ребенок слышит и впитывает с детства, играют в его жизни огромную роль и формируют будущую личность. В них даются четкие установки и закладываются морально-нравственные основы, помогающие правильно воспринимать окружающий мир. Давайте говорить о том, что сегодня поют наши дети и как популярные песни влияют на их психику. Я Майя Бигбаева. Здравствуйте. Итак, я приглашаю в студию нашу героиню Венеру. Венеру узнаем, что же так смутило ее на семейном празднике. Венера, проходите, пожалуйста, к нам. Мы вас ждем. Присаживайтесь, пожалуйста. Давайте так, сначала расскажите, как вы воспитываете своего ребенка, чем занимаетесь, сколько ему лет? Вы знаете, у меня сын шестилетний. Мы, как и большинство родителей, хотим дать ему самое лучшее. Мы покупаем игрушки. Это дорогие машинки, всевозможные подделки. И купили как-то ему планшет, чтобы он смотрел мультфильмы и всякие видеоролики. И старались блокировать каналы, где именно вот всякие там про сладости, про игрушки и более взрослого характера. А по телевизору и все равно по интернету крутят музыку разного рода. Я тогда не осознавала, что ребенок все это слышит и запоминает. И в один прекрасный момент, когда мы были в гостях, друзья попросили ребенка, чтобы он прочитал стишки или там песни спел. Ребенок, он эмоциональный, он начал стишки рассказывать, как в садике учили. Он рассказал стихи. Потом, знаете, началось самое интересное. Он начал петь песни такие, так как... Что за песни? О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына. Так. Либо песня «Рюмка водки на столе». И тут же пошла зарубежная. О, погано встал. И он начал делать вот эти движения, которые там в клипе вот танцуют. Мы, конечно, были все в шоке, но мы ребенка трогать не стали, ругать не стали. Но мы как-то уже старались с мужем, чтобы закачивать планшет, детские песни, искали. Но нам не удалось... И вот тут-то вы столкнулись с проблемой, да? Да, мы столкнулись с такой проблемой, что песен нет из тех мультфильмов, которые вот сейчас именно идут. Есть только 30-летней давности. И, я не знаю, неужели нету такого материала... А вам хотелось непременно что-то современное, что-то актуальное? Современное, да. Чтобы мелодия была такая современная. Чтобы были какие-то стишки, там, песенки с короткими словами. Чтобы ребенку запоминало, чтобы он мог легко запомнить, пританцовывать. Но соглашусь с тем, что сомнительные песни, разного рода рекламные вот эти джинглы, они прилипают раз и навсегда. Они имеют такое свойство настолько к тебе приставать, западать в голову. Более того, мне кажется, они способствуют формированию дурного вкуса. Уважаемые спикеры, как думаете, что сегодня происходит у нас в стране с детским репертуаром? Вообще эту проблему нужно держать, так сказать, не упускать. Не упускать и отрубить, говорить со всех с трибун. Начиная с министерства, подключить нужно будет и министерство культуры, и все творческие организации, объединения, фонды, которые занимаются детским творчеством, они должны внести свою посильную лепту. И может быть, нужен какой-то фестиваль или конкурс на лучшую детскую песню. Она должна быть традиционной, она должна быть поощряемой. Вот тогда у композиторов и у поэта-песенников тоже должен быть стимул. Мы о фестивале, секундочку, обязательно поговорим. Здесь такой еще момент прозвучал, который нужно не упустить. Ваш сын получил всю эту лишнюю информацию, как вы считаете, все-таки из интернета, который, по сути, сегодня наносит колоссальный вред. Он контролировать его невозможно, ограничивать крайне сложно. Или нет? Или мне только так кажется? Да, Хайрат, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте всем. Когда мы получили независимость, действительно стал глобальным вопросом о нашем собственном детском «я». Больше каналов стало на телевидении, соответственно. То есть не три кнопки, а уже четыре, пять. Сейчас уже сто, тридцать пять и выше. И выбирать ребенку даже, ну, говорят, даже в собственном моем доме телевизор просто фоном стоит. Не знаю, иногда так посмотрят, мои девочки. А может быть, мы вот надумали эту проблему, что нет песен? Может быть, они есть, но они теряются в этом огромном количестве информации музыкального? Большой поток. Эта проблема была аховая, и вот в 90-е годы, когда мы вот как раз, Роза, начали эту программу «Ань Шабалапан», значит, песни стали повторяться из передачи в передачу, и нужно было что-то делать с этой ситуацией. И мы обратились, мы бросили кличи в эфире, обратились к нашим профессиональным, самодеятельным авторам, чтобы они писали песни для детей. Вот, они откликнулись. И надо сказать большое спасибо самодеятельным авторам. Зариночка, вы с какой песни начинали? Что слушали? Ой, вы знаете, у меня отец написал гимн на «Ань Шабалапан», песня «Ань Шабалапан». Эту песню пела, пела вся страна. Каждый ребенок в доме знал эту песню. Но она была простая, понятная и очень мелодичная. Правильно, что женщина? Один детский конкурс в то время. Нет, не сама песня, она лошалась. Но он был качественным, понимаете? Он был качественным. Да, он был качественным. Робика Каримовна, продолжите, пожалуйста, свой рассказ. Какую не возьмите песню, ну вот нашего времени, до нашего детства. Она всегда подхватывалась и пела ее уже вся страна на следующий день. Давайте посмотрим на экран. У нас здесь готова подборочка небольшая из детских песен, хитов прошлых лет. Кто помнит эти песни, друзья? Ну-ка, пойдемте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 книжки умные читать, малышей не обижать, правильно? Что если с другом вышел в путь, то веселее дорога. То есть они учили дружить, они учили общаться. Вот сегодня куда подевались все эти песни? А сейчас мы молодые. Про любовь, дети наши. Про любовь поют. Маха, Батта. Ну потому что был Крылатов, был Гладков. И они исполняют сейчас песни молодых исполнителей, популярных. Вы знаете? Да. Почему эти песни? Потому что мы их слышали каждый день с экранов телевизоров. Вот, вот, вот. Вот наши. Два сезона конкурса нашего. Почему они такие заразительные? Он ее ратировал. Ну, наверное, уже вопрос о государственной поддержке мы адресуем Наталье Васильевне Жумадильдаевой, депутатом Мужелеса Парламента Республики Казахстан. Наши вам аплодисменты. Вот во все голоса мы сейчас говорим о том, что нужна поддержка детским песням. Собственно, да. Я, во-первых, почему хочу сказать, вот сейчас мы видели все песни, мы можем петь, независимо от того, есть у нас музыкальный слух или нет, умеем мы петь или нет. Мы все пели сейчас вместе с этими героями мультфильмов. Почему? В первую очередь, потому что все эти песни были построены на дидактике. Почему сегодня нет детской песни? Она может быть просто популярной, когда написал ее человек и мог ее провести для того, чтобы она стала популярной. Но она, нет детской песни, почему? Потому что мы утратили дидактику. Дидактика – это когда состояются песни из текста, из всех возрастных особенностей детей. От восприятия мира, заканчивая их возможностями, дыхательными возможностями. То есть, по сути, получается, таланта и господдержки мало. Здесь необходим научный подход? Безусловно, в первую очередь нужен научный подход. Скажи о ребенке. Вот. А то, что касается сегодня о том, что нужна государственная поддержка, это безусловно. И это задача не только Министерства культуры и спорта, это в первую очередь задача Министерства образования. Потому что именно на песенном репертуаре формируется потенциал ребенка. И я думаю, что в рамках парламента эти вещи тоже обсуждаются и будут подняться эти вопросы. Спасибо, спасибо. Елена Александровна Дмитриенко, издевательное общественного объединения «Желудос». Наверняка вам тоже есть что сказать на эту тему. Я очень переживаю, потому что я занимаюсь и живу в мире детства, профессионально. А насколько действительно песни, которые дети слышат в детстве, влияют на их психику? Я сейчас скажу обязательно. И самое главное, я сама была учителем музыки когда-то в школе. Проблема эта чрезвычайно важна. Проблема не только песенного репертуара. Это уже естественно. Но проблема музыкального воспитания детей вообще чрезвычайно важна. И то, что сегодня, допустим, идет глобализация, и предмет музыки в школе соединили вообще с искусством, это очень тоже, наверное, хорошо. Но всего 34 часа отводится на музыкальное воспитание ребенка. Сегодня много композиторов в Казахстане пишут песни. И в Кокшитау, и в Караганье, и в Астане. И везде очень много, которые просто не знают, куда свои песенники. Вот у нас одна из таких композиторов, Гульнара Дали. Давайте ей поаплодируем. Актор и композитор. Вот вы с какой проблемой сталкиваетесь, работая на Ниве детского творчества? Вы знаете, проблем очень много на самом деле. Я вообще сейчас, вот на данный момент, я автор и композитор социальной детской песни. Вот я вам привезла подарок. Ой, спасибо большое. Да, вот здесь вот два диска. А может быть, вы буквально напоете четыре строчки, чтобы... Ну, хорошо. А вот песня, которую мы с дочерью написали, это песня по поддержку тяжело болеющих детей, онкологии и их мам. Верь чудеса, мой друг, И оглянись вокруг, Рядом с тобой живет добро. Незримо идет с тобой Ангел-хранитель твой Молитвы услышь его перезвон. Вот эту песню мы поем с дочерью на всех благотворительных концертах. Я вам дарю эти диски. Я вот хотела бы сказать, что самое главное формирование сознания ребенка идет в первую очередь от мамы. Потому что мама носит своего ребеночка. И с первых дней, вот если сейчас меня увидят и услышат мамочки, которые в положении, или только узнали, что у них будет малыш, обязательно с первых дней начинайте слушать музыку. И это не должна быть там попса какая-то, да, пусть это будет классика, которая вам абсолютно не нравится, но она будет нравиться вашему ребенку. И он выразит, уже внутри он у вас будет формироваться гармоничным, спокойным ребенком. Такой, знаете, музыкальный ребеночек родится. Спасибо. Вот можно, да? Да. Но у меня сын. Да, у меня. Ну, когда я положением была, он как бы, ну, я пела сама, он слушал мои песни, наверное, да, там мои, потом другие песни класс. То есть я хочу сказать, что независимо от того, что ребенок когда рождается, он все равно слушает все свое. Вы знаете, это точно. Да. То, что он по телевизору видит, слушает. И нахвататься может вообще очень быстро. Да. И он не будет слушать то, что ты ему там направила, или то, что ты ему сказала. Да, и слушает. Да, я понимаю, что я сказала. Вот сейчас сужается, как шагренивая кожа детское пространство. Или родители дают песню «пой», или в школе дают песню «пой». Раньше очень много было детских праздников, детских тусовок, где они могли петь непринужденно. А вы знаете, сегодня есть детские тусовки и детские праздники, но даже в школе звучит везде западная музыка. Вот ты заходишь, и на елке ты слышишь, а кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Аниматоры ставят все такую западную музыку. Нет детской музыкальной среды. И если бы это было популярно и востребовано обществом, если бы мы все так взрослые, правильно, чтобы было больше детских праздников, которые им нужны, они хотят, эти песни звучали, тогда бы все было нормально. Давайте посмотрим, что происходит, если не контролировать вообще детское музыкальное образование. Внимание на экран. Вот, кстати, пресловутая рюмка. ПЕСНЯ 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 Рабина Каримовна, что скажете? Голосы хорошие. Репертуар оставляет желать лучшего. Репертуар оставляет желать лучшего. Ну как? Побаловаться? Побаловаться? Развлечь, наверное, гостей? Репертуар оставляет желать лучшего, потому что это уже где-то популяризация. Да, пожалуйста. Могу сказать, что у меня было очень много случаев таких, что вот именно после прослушивания каких-то таких песен, девочки почти кончали жизнь самоубийством, то есть ушли на свой цикл. Боже, какие крайности. Ей 14 лет, представьте себе, я в 14 лет гоняла на велосипеде, рваных джинсах и старых китайских кедах, честное слово. И не думала ни о какой любви, да? У меня такое не о любви, и девочка говорит, в данный момент я сейчас сижу, у меня в руках бутылка пива, я слушаю вот эту песню душераздырающую, потому что меня бросил мой парень. Я теперь думаю, что я, наверное, умру, потому что вот эта песня напомнила мне о моей несчастной любви. Проблема уже не в песне. В 14 лет девочке, естественно, но видите, она нашла себе повод, нашла себе повод, что именно эта песня повлияла на ее такое поведение. Поэтому мы должны, наверное, все же контролировать, знать, какие слова используются, что слово это живое. Кстати говоря, какие-нибудь худсоветы вообще утверждают сегодня детский репертуар для школ и детских садов? Вы знаете, дело не в репертуаре даже. Дело, знаете, в чем? Эфир забит всякой дрянью. Понимаете? И они вот с таких вот еще только что-то знают, они все это видят, все это смотрят, и их сознание, а дети воспринимают это губка. Смотрите, сейчас у нас что смотрят дети, если говорим о мультфильмах? Они смотрят холодное сердце. Трансформеры, мальчики. Но это такой уровень анимации, к которому нам еще идти и идти. И даже если сегодня мы начнем свои мультфильмы снимать, их не будут просто смотреть дети. После того, как границы открылись, ну, называется, да, это то, что интернет, все, все, все. На нашему, как говорится, контентчику, ну, в любой сфере, там, тот же композитор и мультипликатор, очень тяжело конкурировать с мировыми этими, со всеми монстрами, которые уже готовы принести качественных продукт. Да, ребята, да. Выпущены с кувшина, и вот что мы можем этому противопоставить? Одной из причин недостатка детских песен сегодня мы назвали незаинтересованность композиторов. В продолжении ток-шоу хочется поговорить об этом подробнее. Что нужно для того, чтобы получилась хорошая детская песня, и почему простые стишки и незатейливая музыка – это не есть добротный музыкальный материал для детей. Готовая песня – это продукт совместной работы талантливых поэтов, композиторов, аранжировщиков. По оценкам экспертов, производство детских и юношеских песен в Казахстане неприбыльно. Так почему же все нужно измерять деньгами и доходами? Айсулу Тани сочиняет музыку к детским песням. Она выпустила не один сборник, но считает, что таким ремеслом не заработаешь. Давайте ее поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Для начала расскажите, кто вы по образованию? Образованию – композитор, профессиональный бакалавр музыки, магистр искусствоведческих наук по специальности композитор. Четвертый год состою в Союзе композиторов Казахстана. Детской музыкой занимаюсь с 22 лет. И не могу сказать, что мне это не нравится. Я получаю это в удовольствие. Моральное, душевное, не всегда финансовое. Где вы начинали свою деятельность? Я начинала в Ауле. Есть такое село, Корабулак. 12 километров от города Степногорска я там жила. И первые два года своей трудовой деятельности работала в селе. И там был сельский детский сад, Балапан, и сельская школа, где я преподавала музыку. И в детском саду была музыкальным руководителем. С чем пришлось столкнуться в сельской школе еще тогда, когда заметили нехватку материала? Нехватку материала заметила сразу после того, как приступила к занятиям. Так и началась моя эта деятельность, когда я пошла в библиотеку. Просто взяла хорошие стихи отечественного поэта Утепергена Катпекуло. Вышел в свет первый мой сборник в 2009 году. Это сборник песен для детей на казахском языке. Уэмергулё. Выпустила я его, как я уже рассказывала, за свой счет. Раздарила его музыкантам. Сейчас этот сборник... Сколько экземпляров? Сто. Всего-навсего, да? Мало-мало-мало. Сколько смогла? Ага. Ну, я на этом не остановилась. Писала дачу и сейчас пишу. Музыканты очень многие по Казахстану меня знают. Звонят, просят песни. Я все высылаю. Дети поют ваши песни в школах? Дети поют. Меня знают в городах. Потому что, когда я приезжаю по каким-то своим рабочим делам, многие даже удивляются. А, вы живая? Композитор обычно умирает. Умирает. Но нет. Да. Поэтому я живаю. А как ваши песни попали в школы? Я так понимаю, они вошли в программу? Нет, в программу они не вошли. Хотя мы пытались. В 2011 году вышел такой сборник под грифом Министерства образования. Так. Здесь, кстати, мы уже с автором вдвоем, Арасом Бае Стенов. И ныне мой соавтор. Мы с ним выпустили 500 экземпляров. Тоже, кстати, за свой счет. Наверное, нужно здесь тоже поаплодировать. Вот. И мы, значит, что делаем? Мы куда приезжаем, везде возим с собой сборники, дарим их. Кстати, никогда не продаем, что интересно. Если дарим, то подписываем своим авторским автографом. Да, скажем так. И все исполняют. Потом сейчас очень хорошо помогает интернет. Кто звонит, мы обязательно высылаем. Что вообще нужно сделать для того, чтобы, допустим, ваши песни, ну, звучали буквально отовсюду, становились по-настоящему популярны, чтобы их знали, вот, как в нашем детстве каждый ребенок? Ну, вы знаете, мне кажется, это невозможно. Потому что у нас, к сожалению, вот эта музыкальная детская индустрия слабо развита. Ну, допустим, написал человек, на его взгляд, интересную, талантливую детскую песню. Ему имеет смысл нести ее, допустим, к вам на конкурс? Там помогут с аранжировкой еще с чем-то, если почувствуют, что песня действительно стоящая. Поможем, но, Майя, понимаете, мы же выходим в конкурс телевизионный. Так. Нужно быть в формате, так же, эта песня должна быть, стать хитом в дальнейшем, скажем так. Да у нас не просто хитовых, нам хоть бы какие-то детские песни, чтобы были и пользовали. Если есть такой материал, без проблем. У моего хора, да, достаточно около 200 новой авторской песни. То есть я не жалуюсь на нехватку детской песни. Потому что я начала это делать с 99-го года, да, повторюсь. Я над этим работала, я собираю ее, как больше человек-собиратель. Сама пишу очень мало, но общаюсь вот с композиторами, с поэтами. У меня как бы такой проблемы нету. Но проблема состоит в том, чтобы ее популяризировать. А может, с учетом того, что столько уже у нас иностранной музыки, самой разной, мы поздно похватились? Ну, это не поздно. Вот сейчас нужно нам всем вместе этим заняться. Я хочу сказать о том, что это проблема, на самом деле, системная. Просто так, кто-то написал, кто-то там чего-то. Должна быть система государственной поддержки детского творчества очень мощная. Сейчас посмотрите все гранты, посмотрите тендеры, что объявляется по детям. В основном исследование, исследование, там чего-то. Этих детей исследуют, исследуют, исследуют. Они просто хотят жить, хотят быть счастливыми. Надо стимулировать поэтов детских, песенников. Давать им награды. Ведь раньше тот же Шаинский, у него сколько уже этих звезд всего? Это люди должны быть выше божественного уровня. Песенники, поэты, композиторы, вот такие святые, они просто не могут свою песню продвинуть. И сдать сегодня, это ой-ой-ой. И даже тот же сборник, чтобы хотя бы тысяча экземпляров, полтора миллиона. На сегодняшний день, на самом деле, эту проблему без государственного заказа будет очень трудно решить. Но реализовать эту программу нужно будет уже через массовую информацию. Сегодня радио никто не слушает. Это сегодня есть интернет-ресурс, но его правильно тоже использовать, чтобы этот был очень контентно, чтобы ребенок очень легко мог найти материал, доступный для него. Нельзя сказать, что детское творчество у нас никак не поощряется и не развивается. Работа, безусловно, проводится. Существуют конкурсы и фестивали разного уровня. Некоторые из них давно завоевали любовь аудитории. Давайте говорить о том, какие трудности приходится преодолевать организаторам детских конкурсов. Прививая детям любовь к музыке, развивая таланты, мы способствуем формированию ярких личностей, которые в дальнейшем могут внести ощутимый вклад в развитие государства. Но что нужно, чтобы работа по воспитанию детей проводилась системно и полноценно? Давайте поприветствуем Малику Смогулову и ее маму Кымбат. Здравствуй, Малита. Присаживайся, пожалуйста. Здравствуйте. Когда отдали дочу на вокал? Профессионально мы уже начали заниматься с пяти лет. Поем мы с пяти лет. Сейчас, Малита, тебе сколько лет? 13 лет. 13 лет. Победы, поражения. Что больше всего тебе запоминается в этих конкурсах? Может быть, общение? Само ощущение на сцене? Конечно, приобретенный опыт на телевизионных детских конкурсах Айала Ганастана, Баллада Усэ, Балла Турквижен и так далее. То есть, конечно же, оставляет такой след воспоминаний. Все конкурсанты этих конкурсов, мы все общаемся. И сейчас мы уже как семья. Малита, ну согласись, любой конкурс это ведь и стресс в первую очередь, это волнение, это может быть даже страх, это обида от проигрыша. Соперничество. Да, но... Как справляешься? Конечно, бывает волнение перед выступлением. Выходом на сцену? Но, знаете, на сцене как рыба в воде, и сцена для меня это как второй дом, да? Дорогие друзья, давайте посмотрим на экран. У нас есть фрагмент выступления Маляки. Внимание! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, великолепный голос. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Браво, Маляка. Действительно, прекрасный пример того, что конкурсы такие нам очень нужны. И, конечно, спасибо фондам, которые их поддерживают, и людям, которые их проводят. Ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, собственно, Мурат, вопрос к вам. С какими проблемами сталкивается, приходится в первую очередь в вашей работе? Детский конкурс имеет свою специфику. Во-первых, это мы объезжаем все регионы. В каждом регионе сотни детей, сотни родителей. А трудно вообще находить талантливых детей? Или у нас их избыток? Их очень много. Потому что дети Казахстана, казахские дети, они талантливы, безграничны. И для нас выбрать одного ребенка очень проблематично. Вот в этом году основной представляла Маля Куша Самогулова. Потрясающий ребенок. Но мы смотрим на многие вещи. Вокал, артистизм. И самое главное, победа нашего конкурса в том, что дети уезжают большими-большими друзьями. Мы дарим им общение, которого не хватает на других конкурсах. Спасибо огромное. Ну, говоря о конкурсах детской песни, безусловно, мы не можем не вспомнить прекрасный, легендарный конкурс Аньшеба Лапанка, который дал в жизнь дорогу целой плеяди наших замечательных звезд. И сегодня у нас в гостях бессменный руководитель этого проекта. Это Роза Назимовна Джанчурина. И легендарная телеведущая, любимица зрителей, Робига Каримовна Аманжолова. Наши вам аплодисменты. Но прежде чем я передам вам слово, хотелось бы еще небольшую нарезку про Аньшеба Лапан. Внимание на экран. Этот фестиваль внес неоценимый вклад в развитие детского творчества. Участники конкурса стали студентами консерватории. Многие любимыми звездами. Карина Абдулина, Дельна Сахмадиева, Жанар Дугалова, Мадина Садвакасова, Айгерим Халаубаева, Айгуль Макашева, Сестры Удановы, Ербулат Худайбергенов, Ахлбек Жиминеев. И, конечно же, Весательная Зарина Умарова, Которая тоже у нас сегодня в студии. Давайте ее поприветствуем. АПЛОДИСМЕНТЫ Для вас вы тоже Аньшеба Лапан Стартовой площадкой? Действительно, это была такая семья у нас. Это было просто, не знаю, Словами не описать. Все, конечно же, мамы бегают с костюмами, Дети там поют, Что-то репетируют. А, Рабиба Каримовна, Какие чувства вас охватывают, Когда вот мы сейчас говорим Об этом конкурсе? Согласитесь, Это был великолепный социальный лифт Для множества детей. Я абсолютно согласна с вами. Ну, только радость, Вот, и счастье, честно говоря. Вот, труды наши не пропали даром. Ребята состоялись, И мы не ошиблись в наших талантах. Это было так. Я за 10 дней ехала, допустим, Целиноград тогда назывался. Приезжаю вот по колхозам, Степногорск, Какой-то совхоз, Какой-то колхоз, Какие-то, Ну, я всех вот и собираю. Потом уже в Целинограде, Здесь мы, В этом тогда Целинный назывался. Двои целиников. Да, и опять отбор. А вы знаете, что такое? Ну, ладно, набрал. Фонограмм-то нету, Ничего нету. Дети даже не знают, Что такое фонограммы. Родители, не музыканты, Никто не знает ведущий. Многие думают, А что, и как? Описали, знаете, как на ПСРках. И никаких аранжировок. Вот ночью ребенка растолкаешь, Три часа ночи спят, Все под повалку, В каких-то комнатенках, За шкирку вставают. Иди, похуй. Я говорю, петь буду. Как и было, да, Зарина? Да. И встает. Вот так глазки вытерешь, И встаешь, поешь сразу же. Мы же объемли. Вот неделю, 10 дней, Там, не знаю, И падало. Ужасно. А самое главное, Как назвать? Ну, надо же, Чтобы это был такой, Чисто, Чтобы это Казахстан, А не Италия, Не Россия, Не Китай. Чтобы придать свой колорит, да? Да, название элементарно. Я замучилась, У меня уже мозги, Я не знаю, Вывернулись. И однажды, Ну, я не знаю, Тут, может быть, Ничего. Ну, В ванной Сижу. А у меня одна мысль, Как назвать? Не могу, Шири круг, Но все это не то. И вдруг, Как сверху, Ань Шабалапан. И тоже за, Ну, Сомневалась. Каждого хожу, Спрашиваю, Встречного, Поперечного, На телевидении, Кто мне. Я говорю, Вот Ань Шабалапан Хочу назвать, Как они. Кто, Говорит, Ну, Цыплен, Курицы уже не поют, Петухи не поют. Ну, А другие, Говорит, Ой, Ну, Рабига первая сказала, Что, Ой, Хорошо, Хорошо. Да? А мы с Рабигой, Мы обсуждали, Сразу надеянные. Мы были в Москве На курсах усовершенствования. Ну, И пошло, Поехало. Вот, Получилось. И потом уже все, Все зрители собирались у экранов И ждали, Когда Рабига Аманжолова Придет в этот дом с экрана И наблюдали, И пели с удовольствием Вот эти песни. Ну, Было очень непросто. И с ней ночами сидели, Писали текст. Я пишу там, Что-то на русском накидаю. Она тут же, Иногда не переведет, Прямо на сцене, Мы с ней вдвоем стоим. А заполнять паузы Наверняка, Как приходилось. А паузу она замечательно заполняла. Она пела. Арба, Что-то там, Ой, Арба. Не арба, Вообще, Я пела просто. Вообще, Детская аудитория, Это особая аудитория. И детям тяжело усидеть. И нужно было все равно Как-то удержать их внимание. Да, конечно. И мне приходилось и плясать, И общаться с ними, Разговаривать. И, значит, И петь, Конечно же. И наш конкурс со сцены Плавно переходил в зал. Все-таки, мне кажется, Тогда, Тогда, Все-таки, Аншеба Лапан Сделал такую большую, Какую-то, Вывел этот, Вообще, Наше детское творчество На новую ступень. Очень много тогда Появилось разных песен. Я еще хотела сказать, Значит, Отметить особенность Нашей программы. Она уникальна еще тем, Что мы На сцене играли Еще с детьми. То есть, И с исполнением. Во-первых, Мы их, Как мы их выводили на сцену. И потом, У нас, Наш символ, Этот балапанчик, Он был одушевленным. С ним постоянно Происходили какие-то приключения. То есть, Были, Мы туда, Привносили какие-то Постановочные моменты. И вот, Это тоже Очень было привлекательно. Спасибо огромное Всех, Кто принимал участие В этой программе. Тех, Кто делал замечательный Конкурс Наши балапан, Тех, Кто создает сегодня Новые фестивали. В завершении у меня Такой вопрос ко всем. Вот, Если ребенок талантлив, Обязан ли родитель Все-таки направить его В творчество? Или он имеет право сказать Нет, Будешь нефтянником. Давайте начнем. И он обязательно И он обязательно пойдет. Так или иначе, Он все равно. Он может, Он может закончить Несколько даже университетов, Но все равно Он займется тем, К чему лежит душа. Талантливых детей Обязательно нужно Уважаемые родители поддерживать, Потому что Это маленькие зернышки Должны вырасти Во что-то большое, Большое доброе дерево. Поэтому талант Всегда нужно поддерживать. Нужно вовремя увидеть Его талант И направить правильно. А дальше Он уже сам решит. И если он свяжет Свою судьбу Со сценой, От этого тоже не уйдешь. Есть истинное проявление Любви К ребенку родителей. Да. И надо вообще, Чтобы каждый взрослый Осознал, Что неталантливых детей. Не бывает. Спасибо маме за то, Что у меня в детстве Я отправил в музыкальную школу. Я не хотел, Но я ходил. Пусть наши дети Скажут то же самое Через много-много лет. Спасибо. Я вообще думаю, На сегодняшний день Родители не надо Уговаривать о том, Чтобы они каким-то образом Мотивировали своего ребенка На развитие. Сегодня родители Иногда даже заставляют Бесталанного ребенка Сделать состалантливым. Поэтому я думаю, На сегодняшний день Это уже не стоит Так острой проблемой. Самое главное, чтобы помогать ребенку проявить свой талант. Спасибо огромное. Я хотела, чтобы все изменилось, вдруг какое-то волшебное помановение, волшебные палочки. И обратили внимание на детей талантливых, которые составляют будущее нашей эстрады, нашего искусства. И чтобы это все было очень серьезно, очень ответственно. И чтобы каждый ребенок, который действительно заслуживает внимания, и именно в будущем будет блистать яркой звездой, надо их поддержать. Спасибо таким мамам. Честно. Я вот в вашем лице сейчас вижу себя и свое детство. Как со мной вот так же мама ходила везде, как бы со мной рядом. Вы знаете, честно, мне кажется, в первую очередь вам спасибо, что вы узнали вовремя. Как бы подталкиваете своего ребенка выше и выше. Я считаю, таким мамам только... Респект. Действительно. Это, знаете, это все очень непросто. Так как костюмы, да, все это делать, организовывать. Это все договариваться с людьми даже. Я просто вижу, просто увидела свою маму в детстве. Спасибо огромное. Я считаю, что мы должны уважать ребенка, прежде всего, личность. И отдать ему свободу выбора. И тогда будет поменьше стресса, поменьше нервных срывов. И ребенок будет счастлив тем, что он добивает его своими силами. Действительно. Просто мы должны его уважать. Помогая ребенку, ребенку нужно обязательно помогать. Если... Талантов может быть очень много. Но помогая ребенку, нужно правильно еще помочь. Сейчас очень модно, да, такое понятие модное. Правильное питание. Я бы хотела сказать, чтобы мы, родители, в первую очередь, могли правильно помогать ребенку выбирать информацию. Вот сейчас дальше будет прогресс, еще больше двигаться. И будет очень много информации из интернета. Это, знаете, примерно как такая бурлящая река, да, которая вышла вот за пределы. И нам нужно создавать, нам, родителям, педагогам, нам нужно уметь, возможность создавать какие-то информационные дамбы, для того, чтобы ребенок получал правильную информацию, чтобы правильно ее использовать. Спасибо огромное. Наши дети воспринимают лишь внешнюю оболочку. Им еще не хватает знаний и опыта, чтобы отличить качественное от вредного. Поэтому именно здесь нужна родительская ответственность за то, что они слушают. Не упустите момент, иначе свой выбор вашему ребенку навяжет кто-нибудь другой. Давайте говорить в эфире телеканала Хабар. Я Майя Бикбаева. До встречи. АПЛОДИСМЕНТЫ Отставала түнтілегü сенсын тірегі кеудеңдегі соққан жүрегі. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok